Традиционное выездное совещание с застройщиками детских садов прошло на площадке садика в первом советском переулке в Щелкове. До сдачи соцобъектов остаются считанные дни. От строителей требуются ежедневные отчеты, плюс дважды в неделю Алексей Валов лично бывает на стройплощадках. Он проверил исполнение данных ранее поручений, спросил, как продвигаются фасадные, штукатурные работы, монтаж, благоустройство. По словам строителей, есть задержки в поставках оборудования и материалов. Так, например, в ближайшую субботу можно будет принимать работу строителей сада в Медвежьих Озерах, но без части инженерных систем. На площадке в Новом Городке возникли финансовые проблемы. Генподрядчик деньги от администрации района получил, но не перечислил их непосредственным исполнителям. Алексей Валов вызвал руководителя к себе. Участникам совещания сказал, что поручился за скорую сдачу детсадов в правительстве области. Названы сроки. Однако порой отсутствие положительной динамики в работе наводит руководителя района на мысль, что его, мягко говоря, дезинформируют. В результате, прямо во время совещания был уволен один из чиновников, отвечавший за строительство. Наступило время радикальных мер. Мы всегда их применяли, только незаметно. Старались каким-то образом поберечь людей, понимая, что других пока нет. Теперь понимаем, что уже эти сроки прошли, и, соответственно, принимается и кадр решения, и административные решения, которые позволят все-таки в те сроки, которые мы определили, сдать объекты. Но даже когда сады достроят, какое-то время будут вскрываться недоделки. Так произошло с детским садом номер 58 «Жемчужина» в микрорайоне Солнечный. Один его корпус сдан три года назад, второй – два. В процессе эксплуатации на территории начались размывы грунта, подтопление подвальных помещений. Специалисты считают, что виновата плохая гидроизоляция и наличие рядом брошенного коллектора. Со строителями и работниками сада Алексей Валов обсудил меры, которые позволят исправить ситуацию. Я так предлагаю, оттуда идет сброс поверхности. Здесь происходит накопление, проникновение. А так как гидроизоляция сделана неудовлетворительно, все идет в подвал. Да, именно так. Спланирую, отмостку поднимем сантиметров на 8 асфальтом. Соответственно, под здание не пойдет. Сегодня в Щелковском районе строится семь детских садиков. За исключением тех, что на контроле у руководителя администрации, остальные – инвесторские. У всех строителей сейчас непростое экономическое положение. Поэтому три садика точно примут малышей к 1 сентября, до конца года, возможно, и больше. Также Алексей Валов возобновил практику выездов по частным обращениям граждан. В данном случае на протечке кровли пожаловался один из жильцов дома 20 по улице Неделина. Руководитель администрации разобрался в проблеме на месте, дал свои рекомендации. А нашей съемочной группе пояснил, почему теперь так редко выезжает на подобные обращения. Все внимание – социальным вопросам районного масштаба. Такие локальные задачи, они уже в принципе не так сильно и звучат. Большинство им они уже исчерпали себя. Несмотря на то, что даже управляющая компания у нас был сбой, количество жалоб значительно уменьшилось. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».